Всем привет! Что сегодня за день? Сегодня понедельник, 8 августа. Что это означает? Это означает, что у меня осталось всего недели до моего осеннего семестра. Казалось бы, что только недавно я закрывала весенний семестр со слезами и соплями, но мы моргнули и прошло три с половиной месяца. В этом видео я намерена поставить себя на рельсы и подготовить себя к новому семестру, сделать все необходимые шаги для того, чтобы начать этот семестр с сильной ноты, с настолько сильной ноты, насколько у меня получится, потому что я, если честно, уже перестала верить в какие-то стопроцентный уровень готовности. Получится, как получится. И начать с чистого листа, начиная с 15 августа 0000, у меня точно не выйдет. Это нереалистичное ожидание, но я постараюсь в этом видео сделать минимальный набор тех шагов, которые мне нужны для того, чтобы начать свой семестр. Например, выбрать курсы. Начнем с этого, да? Нам же надо что-то учить в этом семестре. Ах, она иронизировала как могла над процессом выбора курсов в университете. Сегодня у меня такой домашний рабочий день. Я вчера прилетела с отдыха семейного и потихоньку вхожу в ритм. Что я заметила, пока работала сегодня днем, это то, что у меня ужасно захламленный рабочий стол. Несмотря на то, что я буду учиться офлайн... Кстати, да, у меня семестр будет офлайн. Я надеюсь, что по большей части или хотя бы полностью, но посмотрим. Несмотря на это, я все равно буду работать из дома и продолжать self-study из дома, самостоятельное обучение. Поэтому рабочий стол и его чистота, его порядок нам очень важен. Пойдемте приберем его, и это будет нашим первым шагом для подготовки. Через неделю я буду третья курсница, представляете? Я уже как бы третья курсница, но чисто технически. Мне нужно прийти в универ, чтобы почувствовать это. Вау. Вау. Вот с чем мы имеем дело. Это нужно убрать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нарезать бананчиком в кашу. Субтитры сделал DimaTorzok Говоря немного про ожидания мои от третьего курса, учитывая то, что я закончила последний свой семестр, то есть второй курс, в довольно выгоревшем состоянии и все лето занималась тем, чтобы восстановиться как можно лучше. В этот раз перед этим семестром я волнуюсь немного больше, потому что я переживаю, что столкнусь с тем же самым и не смогу себя снова поддержать, поэтому я начала думать заранее, что я могу такого сделать, чтобы себя поддерживать в долгосрочной перспективе. Что отличает Маулиду, прошедшей весной этого года, от Маулиды в конце лета этого года, сейчас, это то, что я уже живу не одна, и у меня есть такое ожидание где-то внутри, что поскольку я теперь рядом с своим молодым человеком, есть рядом близкий человек, на которого я, если что, могу положиться, где-то внутри я, наверное, надеюсь на то, что мне это поможет. Но имея небольшой опыт в психотерапии уже почти два года, я также знаю, что полагаться на других людей и полностью перекладывать на них ответственность за то, чтобы они выносили твое состояние, это не очень справедливо, потому что на опыте я научилась тому, что даже самые близкие люди не обязаны всегда 100% выносить тебя и вот твое какое-то непростое состояние, настроение и так далее. И именно, кстати, по этой причине уже не первый год, наверное, одним из важных факторов моей поддержки являются сессии с психологом. Я посещаю консультации с психологом на сервисе Ясно, и этой осенью стукнет ровно два года, как я начала этот процесс. Ясно — это сервис подбора и видеоконсультации с психологами, и сессии на Ясно проходят через встроенную на сайте конфиденциальную видеосвязь. Если вы тоже чувствуете в себя потребность обратиться к психологу, и у вас есть на это ресурсы, то на Ясно путь от намерения до записи довольно простой. На сайте представлена анкета, где вы можете указать свой запрос, свои предпочтения и с помощью этой анкеты подобрать для себя специалиста. После заполнения анкеты для вас будет подобран список специалистов, где вы можете ознакомиться с их квалификациями, опытом работы и выбрать для себя того, с кем вы хотите начать работу. Вы сами сможете выбрать, к кому записаться и выбрать для себя удобное время. Сервис Ясно также организует обучение и поддержку для своих специалистов, и это значит, что терапевты в Ясно регулярно повышают свою квалификацию. Используйте мой промокод МАУЛИДА, чтобы получить скидку в 20% на первую сессию. Этот промокод нужно вводить при регистрации. Ссылку на сервис Ясно, а также свой промокод я оставлю для вас в описании к этому видео. Переходите. Доброе утро. Сегодня четверг, 11 августа, и у меня сегодня второй этап регистрации курсов. Надеюсь, что я сегодня смогу зарегистрировать все те курсы, которые мне нужны. Просто, знаете, скрещиваем пальцы. Кофе готов. Так, все, 11.00, процесс начинается. Go, go, go. Вчера у меня разрядилась камера, сегодня уже следующий день после второго этапа регистрации. Сегодня утром был третий этап регистрации, но я уже не стала ничего регать, потому что вчера я набрала список курсов, на которые я очень надеюсь. И вроде как процесс регистрации завершен для меня. Это самое главное, это самый стрессовый, как правило, период перед началом семестра. Дальше уже, когда у тебя определилось твое расписание, все с тобой хорошо. Ты справишься. Главное, чтобы у тебя были предметы. Недавно я сидела и писала в заметках у себя свое настроение на предстоящий семестр. Мне кажется, как представитель Gen Z поколения я очень опираюсь в своей жизни на разного рода эстетики, на разного рода настроения. Мне важно задать себе тон, будь то через картинки какие-то, которые я себе сохраняю, будь то через текст какой-то, который задает, опять-таки, определенное настроение мне на мое предстоящий новый период времени. В общем, я сидела и написала целый текст. Я не буду зачитывать все. В общем, фраза, которую я здесь хочу выделить из этого моего настроя. Мое настроение на предстоящий семестр просто продолжать делать и двигаться, пускай даже маленькими шагами, не фокусироваться на том, чтобы сделать все идеально, а просто продолжать и делать продолжение своей главной ценностью. Если честно, когда ты очень долго учишься, ты уже в какой-то момент понимаешь, что не всегда все под твоим контролем, жизнь случается, и ты не всегда можешь довести все до идеала. И если есть такая цель, как получение диплома, как цель, не знаю, закончить школу, то здесь просто важно вот именно идти к этой цели, пока ты можешь идти, делать это. Пусть это будет моим девизом на осенний семестр. В общем, поговорили про такие более глубокие штуки. Теперь к поверхностным моментам. У меня брови не были никак. Я не протраю своим бровям последние несколько месяцев, так что сейчас я поеду делать себе брови. Покрасневшая девочка перед вами, потому что у меня очень чувствительная кожа, и она всегда реагирует вот так на любые процедуры, которые включают в себя прикасание к моей коже. Тим, у меня есть история. Я нашла IT. Представляешь, я принесла нам два. Я зашла в магазинчик рядом с домом, когда возвращалась, и знаете, что я нашла? Я нашла вот это. Это, кажется, чаи казахстанского производства. Про них вообще узнала в нашу последнюю поездку в Алматы, и видела их только там. У нас я их никогда не видела до сегодняшнего дня. Причем, каково было мое удивление, когда это был магазин прямо под домом. Это не реклама вообще ни разу, но я просто обожаю эти чаи. Они не газированные, в общем, просто как чайный напиток. Я такая радостная, я буду это пить. Сегодня суббота. Иду на встречу с знакомой с университета. У меня было непростое утро сегодня, но я надеюсь, что я просижу эту встречу, потому что мы очень давно хотели увидеться, и все никак. Строим связи. Строим цепочки общений. Мне кажется, сюда. Сегодня воскресенье, последний день перед моим учебным семестром. У меня осталось буквально один вечер свободы, и все, начинается уже учеба. Решила посвятить это воскресенье небольшому милпрепу. В доме готовлю я, и готовка полностью на мне, и для меня это немного стрессово постоянно думать о том, что у нас будет на обед. Я решила немного облегчить себе задачу, заготовив какие-то продукты. Сейчас, секунду. Мы съездили за продуктами сегодня с Тимой, и взяли себе мясо, филе куриное. Обычно я его просто тушу с гарниром с овощами, и я хочу сейчас нарезать сразу это мясо на кубики, и разделить на порции по пакетикам целлофановым, и так и заморозить, чтобы, когда размораживать, не нужно было размораживать всю упаковку мяса, а просто только вот эту порцию. Расскажу вам историю, как у меня вчера обломались почти все планы на день. Я в пятницу была на дне рождения своей подруги. Поздно ела, поздно пила сладкое, и не только сладкое. Это важный элемент истории. И на следующее утро в субботу, то есть вчера, я проснулась с... И на следующий день, то есть в субботу вчера, я проснулась в очень странном состоянии. Во-первых, начнем с того, что у меня вчера начались месячные, и я этого не знала. И, соответственно, не зная этого, я думаю, что я немножечко выпила и съела лишнего за день до, на дне рождения. Я не думала, что это так сильно скажется на моем состоянии, но боль, которую я испытывала у себя в животе, как-то смешалась с легким ощущением тошноты, и я, невзирая на это свое состояние, все равно пошла на маникюр. Вообще, я вчера очень плотный график себе составила. У меня был сначала маникюр по плану, потом я должна была сходить на обследование, и потом у меня в планах стояли две встречи. Довольно плотный день я себе планировала. Вчера утром, несмотря на вот это свое странное состояние, несмотря на тошноту, я просто выпила обезболивающее и пошла по своим делам, поехала на маникюр. Надо ли говорить, что не надо было ехать на маникюр? Я приехала туда, сажусь за столик к мастеру, и мне с каждой минутой становится понятно, что я не дотягиваю, я не протяну здесь еще даже пяти минут. Я видела, что мастера это подметила, ей хотелось как-то завести легкую беседу. Я не была в настроении на смолток, я просто не то, что не была в настроении, я просто физически не могла его поддерживать, потому что мне было плохо. В итоге мне пришлось встать посреди сеанса и сказать, что нет, я не дотягиваю, давайте мы с вами перенесем просто запись. Очень приятные были в салоне люди, пошли навстречу и просто меня отпустили. Я просто уехала домой, и хорошо, что я это сделала, потому что по приходу домой тут же меня стошнило. Самое удивительное, что как только меня стошнило, мне сразу стало легче. Видимо, что-то просто должно было из меня выйти, для того, чтобы я могла жить дальше. Вот, да, то есть остаток дня я, в принципе, провела более-менее. Состояние мое чуть-чуть поправилось. А сегодня мне уже отлично. Я этому рада, потому что я боялась, что это состояние продлится. Я даже думаю, что, наверное, эта ситуация неспроста случилась перед учебным семестром. Я вообще в целом по натуре человек, который будет давить даже через чувство некого дискомфорта. Даже если вот мне сложно, мне плохо, я буду все равно давить и продолжать действовать по плану и стараться, чтобы все шло так, как я запланировала. И вот вчера ситуация эта показала, что ну просто не всегда ты даже физически можешь вынести свой план. И главное, мне стало легче как раз тогда, когда я дала заднюю, приехала домой, отказалась от части мероприятий, которые я должна была провести, посетить. И просто дала себе время. Во-первых, меня стошнило. То есть, как бы тело прожило свои симптомы. После этого мне стало спокойнее, я смогла поесть нормально и нормально функционировать. Такая напоминалка мне перед учебным семестром, что когда становится сложно, лучше сразу это распознать. И постараться что-то с этим сделать или дать себе какую-то хотя бы передышку, а не давить сквозь это состояние. Потому что потом, может, кто его знает. Если бы я осталась вчера в салоне, что бы со мной было. Я даже боюсь подумать, что бы могло произойти там. А может, мне просто не стоило так много есть и пить. Итак, вот наши заготовки. Получилось три мешочка с овощами и три мешочка с курицей. Я не знаю, как так получилось. Я мерила все на глаз, но в итоге вышло на целых три приема пищи. Может быть, даже больше. Вот мы с вами здесь. Мы с вами готовимся ко сну перед новым семестром. Я очень амбициозно ставлю будильник на 7.30, 7.50 и 8.00. Надеюсь, что я проснусь завтра в это время. Потому что я очень хочу начать завтрашний день вот прям рано-рано, чтобы точно прочувствовать, что я начинаю какой-то новый этап в этом году. Что я могу сказать? Пожелайте мне удачи. Завтра я начинаю в осенний семестр. И все, кто завтра начинает учебу, либо начинает учебу в ближайшее время, удачи вам всем. И я очень хочу верить, что мы с вами справимся. Я не знаю наверняка, но просто хочется сохранять эту надежду, что все будет окей. Увидимся с вами в следующем видео совсем скоро. И я пошла получать дозу своего восстановления. Все. Bye! Субтитры сделал DimaTorzok